БК, Деловой день, здравствуйте. Самые интересные и актуальные темы мы обсуждаем с экспертами, анализируем, ну и даем рекомендации. Земли изъять, передать их в Федеральный земельный фонд. Именно такие судебные решения будут приниматься в случае реализации новых идей по проведению земельной реформы. В чем суть предлагаемых нововведений? Кто может лишиться земли? В каких случаях? Решит ли создание земельного фонда грандиозную проблему бесхозных участков и использования земель не по назначению? Не станет ли это прикрытием для нового передела собственности? Ну и что будут делать крупнейшие земли владельцы России? В очередной раз гроза пройдет мимо лендлордов или все ограничится дискуссией, ну или редкими показательными изъятиями небольших участков? Обсудим с гостями программы. Итак, в студии сегодня Виктор Семенов, основатель группы компании «Белая дача». Виктор, приветствую вас. Ну и главный садовод России Андрей Туманов, председатель общероссийской организации садовода России, член общественного совета при Росреестре. Андрей, приветствую вас в программе. Ну, начну с вас, Андрей. Ну вот как вам идея? Фонд земель сельхозназначения. Идея новая, интересная или... Нет, идея не совсем новая. Нечто подобное уже было. Было. В 133 году до нашей эры, это реформа братьев Грахов в Древнем Риме. Один к одному. То есть прошло там тысячу лет, несколько. Да. Тоже была такая ситуация, монополизация земли, завоз рабов, граждане мелкий и средний бизнес потерял землю, ушел в Древний Рим и стал требовать хлеба и зрелищ. Армию не от кого набирать, потому что лишились имущественного ценза римские граждане. Ну вот, народные трибуны, Тиберий Граг решил провести реформу. То есть это изъятие, прежде всего, земель. Изъятие. Сначала был выкуп, потом изъятие. И раздача людям, которые готовы хозяйствовать на земле. Предлагалось раздавать по 30 югеров. 30 югеров, это не 6 соток, это немножко побольше. Это примерно 8,8 гектар на человека. Ну а лендлордам, так называемым, оставалось около 500 югеров или на семью до тысячи. Это примерно около 300 гектаров. Так что поработать хватало. Ну то есть история, получается, не нова, да? Но смотрите, она-то озвучена. Фонд земель сельхозназначения. С какой целью, Андрей? Вот если вот вернуться к нашему... Андрей, не пугайтесь сразу. То же самое. Идеология была все-таки тогда, наверное, другая. А какая сегодня идеология, Виктор? Сегодня разговор-то идет о том, что свободная земля, которая вот... Точнее, не свободная, а та, которая находится в муниципальной, региональной и федеральной собственности. А, кстати говоря, всего лишь 25, по-моему, процентов, да, сельхоземель находится реально у собственников. Около 20 процентов. Да, около 20 процентов. Вот, а вся остальная, она находится вот оно. Государство представлено в разных ипостасях. И вот я могу вот так вам сказать, вот для меня, например, как для предпринимателя, да, не важно, какой фонд будет, федеральный он будет, муниципальный, региональный он будет, да. Ну, немножко федерального страшновато, потому что слишком махина будет огромная. И я боюсь, будет слишком бюрократическая такая мощная система. Но мне важна прозрачность, все, что связано со свободной землей. Вот я, например, недавно искал в одном регионе землю, да. А почему? Назовите регионы, это всегда интересно. Вот где вы искали землю? Ну, Калининградская область. Да. Ну, правда, не совсем недавно было, а где-то вот уже прошло время, да. Да. Когда у нас были интересы, мы искали варианты развития в Калининградской области. И я только пользуюсь своим авторитетом, вышел на вице-губернатора, который раскрыл мне карту и сказал, вот это вот продается, это не продается, это находится у муниципалитетов, это у участников, которые продают. А, говорю, а вот если бы я, говорю, а иначе, говорит, ты только вот хорошо, что до меня дошел. Нет, Сергей Викторович, а вот если я завтра решил заняться фермерством, закуплю землю или нет? Вот послушайте дальше, я потом пошел ради интереса, пересек границу и в Польшу заехал. Да, потому что, в принципе, для меня было без разницы, ну, мне нужен был климат, понимаете? Да. А он и в Польше, с другой стороны границы. И, знаете, захожу, и стало просто обидно, понимаете? Обычный, значит, земельный комитет района на такой простой, в коридоре прямо этого, значит, гласно, на этим булавочками, на доске прикреплены вот этот кусочек земли в аренду, пожалуйста, это на продажу, это на продажу, это на продажу, и цены стоят, все ясно и понятно. Я, как инвестор, пришел, посмотрел, ну, правда, я в Польше все равно не захотел, я все-таки пошел в Калининградскую область, но, ну, разве это дело? Андрей, ну, вот голос предпринимателя. Совершенно верно, непрозрачный рынок, он ведет к тому, что люди не могут, ну, спокойно на рынке купить землю, от этого, кстати, и цены чаще всего выше. Кто у нас из частников сейчас владеет землей? А, я, кстати, посмотрел. В основном это, да, финансовые компании, банки. Нет, 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 крупнейшие владельцы сельхозземли в России. Скорее всего, есть еще другие владельцы, вот на сегодняшний день, кто реально работает на ней, крупнейшие владельцы это сельхозземли Мираторг номер один, Продимикс номер два, номер три Росагра, агрокомплекс Качева и Эко-Невапака. Вы говорите о тех, кто работает. Кто работает, да. Масса тех, кто не работает, кто взял землю в качестве некого капитала. Спекулятивных ожиданий. Сколько их, сколько их приблизительно? Есть оценка вот таких? Ну, посмотрите, сейчас у нас из чистой спашни где-то около трети не используется. Если, понимаете, крестьяне не используют землю, но при этом платят налоги, он просто прогорит, а не использовать могут только спекулянты. Так вот, ну, это примерно около ста, даже больше миллионов гектаров. Но есть еще, есть еще, ну, мне кажется, завышенная цифра. Разные есть цифры. Разные есть цифры, совершенно верно. Есть еще метод скрытого такого неиспользования земли. Вот смотрите, что сейчас происходит. Даже те же муниципалитеты спекулируют на этом, не только частники-спекулянты. Сдают землю на год, на два. Вот, например, в Европе, в большинстве стран, вы не сможете сдать в аренду менее, чем сельхозземлю. Менее, чем на 9 лет. 9 лет это минимум. Сельхоз-сикл, скажем так. Потому что, ну, извините, удобрения вы внесли, даже минеральные удобрения, их возврат использования 5-7 лет. Органика 8-10 лет. Как можно на год? А ведь дают на год, на два, а потом начинают новые условия выставлять, когда человек вложил туда уже труд, свой капитал вложил. Виктор, а вот у вас есть своя земля или нет? Вот ваше предприятие, Белая Дача, где вы землю берете? Мы, значит, везде покупаем землю. Мы, ну, у нас, нам не надо много земли, да? Ну, у нас, в основном, мы занимаемся салатами, да? И салат это такая интенсивная культура, которая не требует больших участков земли. Ну, кстати, правда, картофель, ну, когда покупаешь, как-то надежнее. Вот, ну, вкладывать серьезные варигации, во все, и в арендную землю сложно. Когда стоит вопрос расширить производство в определенных регионах, у вас возникает проблема с поиском свободы. Да, вот мы сейчас ищем на юге и не можем найти. Вот реально не можем найти. А земля есть? Ну, в принципе, я так понимаю, собственники этой земли, либо цены задирают, да, я так понимаю, или как? На юге сейчас, вот как я почувствовал рынок, да, идет рынок покупателя. Точнее, как, наоборот, короче, ее только скупают. И рынок продавца. Ее никто не продает. На юге никто не продает. Если на севере, пожалуйста, на юге идет скупка земель, и даже люди, опять-таки, скупают и говорят, возьми в аренду. Потому что я не хочу на ней пользоваться, возьми в аренду и хозяйству. У нас есть отдельные регионы, где зарегистрировано больше земли, чем есть на карте. Понимаете, да? Это еще одна из проблем. Поэтому вот регионы, особенно южные, там просто за каждый клочок земли идет борьба. Потому что любой клочок земли принесет прибыль. С другой стороны, есть, например, Красноярский край, где земли очень много, дорог нет, и, в общем-то, с нее вряд ли вы получите какую-то прибыль. Поэтому земля в России очень-очень разная. Одно дело Белгородская область, другое дело Красноярский край. И это тоже надо учитывать всегда, когда работаешь с землей. Андрей, а вот у нас есть человек в студии в отеле «Арарат Парк Хаят», который как раз эту землю учитывает. Я думаю, очень четко представляет себе картину, которая происходит с землей в Москве, Подмосковье, ну, может быть, еще и даже пошире. Максим Личев, генеральный директор группы компании «Геодевелопмент». Максим, приветствую вас. Да, здравствуйте. Максим, ну, а вот по вашей оценке, много ли земли сельхозназначения используется не по назначению? Ну, если говорить про Московскую область, большинство земли не используется вообще. Частенько ведется бурная деятельность для того, чтобы хоть как-то поддерживаться на плаву. Земля обычно не используется. Но у нас запас земли в России самый большой в мире. Так получается, что во всех странах мира земля сельхозназначения самая ценная. А в Московской области, точнее, наверное, в рядом расположенных областях, мы встречаем такие случаи, когда многие лендлорды говорят, да забирайте эту землю. Нет от нее проку, толку. Там далекие уголки Тверской области, их порой сложно обрабатывать, сложно с ними как-то работать. Ну, с этим сталкиваемся. А мы почему-то сейчас мучаемся на предмет того, что будет, если землю отнимут. Мне беспокоит вопрос наболевший. А что дальше-то после того, как эту землю изымут? А это да. Вы не знаете на него ответ? Или вы как бы задали риторический вопрос, и у вас есть на него ответ? У меня есть только предположение, он риторический. Государство испокон веков, оно всегда считалось самым неэффективным собственником земли. Ну, землю циклично отнимают, потом раздают крестьянам, потом опять отнимают, потом опять раздают. Ну, по разным принципам. Ну, и сейчас не исключение. Сейчас, да, у нас, наверное, ненужную землю объединят в какой-то фонд, потом каким-то чудом будут раздавать. Я не очень верю в успех этой ситуации. Я считаю, что землю нужно крестьянам отдавать бесплатно, лишь бы они ее обрабатывали. Такой ценный ресурс, и так халатно им распоряжаться. Летели до 20, будем браться за голову, да. Ну, да, ну вот, кстати, прозвучало такое ведь мнение, что мы даже не совсем понимаем, а сколько у нас земли этой бесхозной. Вот вы-то как объясняете эту проблему? Почему мы не понимаем, сколько у нас бесхозной земли, где... Кому-то это выгодно. Максим, можете объяснить? Ну, в Московской области эта земля посчитана. У нас порядка 400 тысяч гектаров сельхоз земли, из которых какая-то часть обрабатывается естественно, ну, конкретно ей занимаются, и примерно половина, которой занимаются для видимости. Ну, может быть, меньше. Ну, для того, чтобы не отобрали когда-нибудь. Если говорить про Россию, да, действительно, на севере земля не обрабатывается, она зарастает лесами, и это катастрофа. У нас на юге Московской области, ну, там, Тульская область, конец Московской, наши прадеды вырубали лес для того, чтобы подготавливать землю для сельхозпроизводства. А сейчас мы видим, они заброшены, на них, о них забыли и не используют, к сожалению. Катастрофа надвигается такая глобальная. Просто то, что делали наши деды, в итоге будет никому не нужно. Максим, ну, то есть, ваше предложение такое, фонд создавать не надо, это лишняя, так скажем, прокладка между реальным пользователем земли и государством, а просто напрямую предложить всем желающим, кто реально будет работать, раздать эту землю. Правильно я понял вас, или... Да, я говорю о том, что землю нужно раздавать, нужно поддерживать фермеров, как делают во всем мире. Если посмотреть внимательно на страны Европы, там фермер, это модная профессия. Фермер хорошо зарабатывает, хорошо обеспечен. Это маленькое предприятие, которое позволяет делать какие-то уникальные продукты. Ну, не просто там классические, там, молоко, хлеб, пшено, там, кукуруза. А вот есть какие-то уникальные маленькие фермерки, которые расположены по всей Европе, и люди прекрасно и зарабатывают, и землю обрабатывают. Спасибо, Максим. Вот таких людей нужно верить. Обсудим как раз, еще вернемся к вам. Предложение, Виктор, прошу. Ну, предложение какое, вот, все зависит не от того, как фонд, это будет не фонд, главное, вот, я считаю, должна быть прозрачность. И тогда она будет, земля, доступна для фермера. Потому что сегодня кому-то, в первую очередь нерадивым чиновникам, выгодна ситуация мутной воды. Вот он, понимаете, вот никто ничего не знает. Вот один из моих друзей, экспертов, он посчитал, что вот если сделать инвентаризацию всех земель, кадастр земельный, за счет государства, то эти деньги, вложенные государством в этот кадастр, окупятся в течение трех лет. Почему? Просто выявятся все сделки, те, которые сегодня делаются многими муниципалитетами под столом. Кстати, вот если мы говорим про Московскую область, слава богу, в Московской области последние годы очень активно земли, ну, количество таких вот скрытых, неиспользуемых земель, оно сокращается. Конечно, хотелось бы, чтобы это было быстрее. Но, еще раз говорю, пока мы не сделаем все это прозрачно, а для этого надо учет сделать, нет учета, и кому-то это тоже выгодно. Надо каждый метр квадратный должен быть на учете. Сантиметр, я бы сказал. А я хочу добавить, вот мне сейчас немножечко очень страшно, как бы наш разговор потом не порезали на фейки, что землю будут отбирать, караул, что хочет государство. Я не люблю хвалить государственных чиновников, чаще всего критикую, но в данном случае для государства и для людей, и для экономики выгодно не изъять просто землю, а выгодно, чтобы любой клочок земли получил хозяина. Хозяина, который следит за землей, который платит налоги. А если есть хозяин, а он не следит за землей, что с этой землей? Потом, надо вот так по поводу контроля. Прежде всего, правильно вы сказали, это контроль, но не только контроль по границам, но и контроль почвенного слоя. Сейчас почва, плодородие почвы не контролируется. Вот пришел агрохолдинг, сеет, пашет, собирает урожай, ничего туда не вносит. А какой назовете агрохолдинг? Все. У нас, знаете, сколько вносятся органики от требуемого, даже по данным Минсельхоза, это не более 6%. То есть идет выжимание земли. В любой стране мира есть служба, которая следит за плодородием, которая не дает грабить почву, грабить будущие наши поколения, наших детей и внуков. То есть земля должна мониториться, за землей нужно следить. То есть земля это как памятник архитектуры. Жить там можно. Сейчас вы ответите, а сейчас, Андрей, вы не ответили на вопрос, так тактично ушли. А если есть собственник, но он не занимается землей, он использует землю не по назначению, что с ним делать, это принципиальнейший вопрос. Должна быть система ответственности. Да, совершенно верно, система ответственности, но я думаю, прибегать к изъятию это крайняя мера. Прежде всего, правительство хочет применять такой рычаг, как увеличение налогов на неиспользованную землю. То есть увеличение коэффициента. Два года назад мы с вами обсуждали, Виктор, да? Много говорили. К сожалению, мало что делается. Но изъятие земли это более сложная мера, потому что любое изъятие, оно должно идти через суд. Давайте юриста послушаем. Спросили мы Дениса Литвинова по поводу изъятия. Что он сказал? Если мы говорим об этом законопроекте и об этой законодательной инициативе как о способе возвращения в нормальный оборот по целевому назначению сельхозземель, то это хороший плюс. Потому что в чем были минусы и в чем сейчас существуют минусы вопросов, связанных с ответственностью вот таких собственников, использующих участки не по назначению, либо с судьбой бесхозяйных земельных участков. Громоздкая структура, если мы говорим об ответственности, то, конечно, здесь самая жесткая мера ответственности, но иногда она самая эффективная, это изъятие такого земельного участка. Текущее законодательство говорит о том, что изъять такой земельный участок можно через три года, только через три года, не раньше с момента установления факта нецелевого использования, либо не использования вообще. Сейчас закон сокращает этот срок. Наверное, это правильно, потому что конструкция, по которой нужно установить, что все три года участок не использовался, не используется, она оставляет большое количество лазей для злоупотреблений. Виктор, итак, вы хотели прокомментировать по поводу земли и вот изъятия. Два вопроса. Вот как раз я когда говорил о короткой аренде, вот это путь к истощению земель. Если человеку дают землю агрохолдинг это или фермер, он никогда на два-три года, он никогда серьезно ничего туда вкладывать не будет. Еще раз говорю, даже минеральные удобрения возвращаются в течение семи лет. Понимаете? Зачем вкладывать? Надо взять из нее за эти три года, а там посмотрим. Поэтому вот или долгосрочные арендные отношения должны превалировать, как во всех странах цивилизованных, или же собственность. Собственник никогда не будет гробить свою землю. Я просто по себе знаю, мы, еще раз говорю, мы землю всегда имеем собственности и мы над ней молимся. Второй вопрос. Изъятие у тех, кто использует землю не по назначению. Ну вот вроде юридически процедура упрощается. Вы-то за какие меры? Что с этим делать? Я считаю, что этот процесс тоже надо делать открытым, прозрачным, но обязательно он должен быть наступательный. Потому что дальше смотреть на то, как люди в спекулятивных целях скупили землю и просто ищут иногда просто какого-то арендатора на короткий срок. Почему опять-таки короткий? А вдруг завтра покупатель будет? Вот эта ситуация неправильная. Но они же законно скупили. А почему они должны страдать? Как Максим Клеевичев говорил. Если они скупили, выращивай на ней. Забираем, раздаем. Забираем, раздаем. Улучшай эту землю, выращивай на ней сельхозпродукт и мы будем тебя любить и уважать. А если ты ее скупил в спекулятивных ожиданиях, спекулянты на рынке, они как раз тем, кто хочет работать, они подогревают цену земли за счет опять-таки непрозрачного рынка. И доступ того, кто хочет на ней работать, делают более сложным. То есть если рынок будет нормально прозрачен, если вот эти вот фактически заброшенные, заросшие березами, березками под леском поля придут в оборот, земля упадет в цене. И тогда фермеры смогут ее покупать. Как только откроете карту, как вот мне когда-то открывал, да, вот если эта карта будет для всех доступна, поверьте мне, автоматически даже цены упадут на землю. Потому что сегодня создается такой, значит, иллюзия... Искусственный ажиотаж, да? Да, иллюзия дефицита земли. Вот я уверен, если вот все было бы открыто, и цены бы упали, и самое главное, любой производитель, когда ему надо, вот он пойдет и выберет то, что ему надо. Максим, я обращаюсь к Максиму Лещеву, он находится в нашей студии в отеле «Арарат Пархаят», генеральный директор группы компании «Геодевелоп». Максим, ну а вы-то как считаете, как быть с землей, которая используется не по назначению? Это первый вопрос. И второй вопрос, мне все интересно. Вот сегодня рынок продавца или покупателя на рынке сельхозземли? Давайте со второго вопроса. Давайте. По поводу того, чей рынок. Рынка как такового уже нет. Землей иногда интересуется. Мы экспонируем множество земли сельхозземленно значения по переоцененным, как правило, суммам. И в Московской области земля сельхозземленно значения за такие деньги мало кому нужна. А за какие деньги, Максим? Сколько стоит там? Вы как считаете? По соткам, по квадратному? Сейчас скажу. Одна сотка рентабельна тогда, когда она стоит 500 рублей для сельского хозяйства. Если мы говорим про фермерство, ну там в зависимости от места можно действительно там и за 3, и за 5 тысяч рублей эту сотку приобретать. Ну там, конечно, идет разговор о гектарах, о двух, о пяти, о ста. Ну там в каждом секторе сельского хозяйства есть свои формулы. Но если мы говорим про промышленное какое-то использование земли сельхозземленно значения для выращивания, и потом, собственно, распоряжением этой продукции, то есть ее продажей, надо учитывать то, что у нас логистика съедает львиную часть цены будущего продукта. Ну то есть, понятно, земля есть, но цены разные, не самые привлекательные. Второй, первый тогда вопрос, как изымать? И точнее, что делать, кто использует не по назначению? Ее частенько используют не по назначению. Самая большая проблема, что ее в принципе не используют. Нарушения были и будут всегда, если и это столкновение закона, и использователей, и собственников этой земли. Если мы говорим только по земли сельхозземленно значения, то самое страшное, что с ним может быть, так это то, что кто-то построил на них что-нибудь. А вся остальная земля сельхозземленно значения делится на ту, которая используется, и та, которая не используется. Я не вижу пока что какой-то катастрофы с тем, что используют не по назначению. Это имеет место быть, когда у тебя земельный участок под садоводство, а ты на нем завод построил. Или наоборот. Понятно. Спасибо. Это было мнение Максима Ильичева. Андрей, а вы вот как представитель садоводов России, общероссийской организации, а вот интересы садоводов-то не в опасности? Многие СНТ ведь на землях сельхозназначения расположены. Большинство садоводов расположено на землях сельхозназначения. Опасность, конечно, есть. Опасность есть во всем. Любыми инновациями, особенно в законах, первыми пытаются воспользоваться всевозможные жулики и рейдеры. Но садоводы больше всего страдают от брошенных земель. Вот представьте, в садоводческом товариществе брошенные земли какие-то, с них налоги не платятся для государства, не платятся в кассу товарищества. То есть это лишняя нагрузка на тех, кто остался. При этом участок зарастает, пожароопасен, приходит пожарный, штрафует и так далее. То есть каждый председатель мечтает о том, чтобы была стопроцентная заселенность участков. И вот нынешний способ изъятия таких земель, он практически не работает. Потому что надо подать суд. Ну, надо на кого подать суд? Надо найти того, кто пропал. И потом нужно, выставляется это на аукцион. А на аукцион мало ли кто придет. И я считаю, что нужно, во-первых, упростить изъятие вот этих брошенных, когда не найти хозяев и не на аукцион выставлять, а передавать на распределение, распределение в садоводческое товарищество, которое долгие годы за него тянуло вот эту лямку, следило за этим участком. Вот тогда будет более-менее справедливо. Вот у нас, Андрей и Виктор, буквально, да. Ну, то есть, вот, в принципе, сама идея и то, что опять подошли к попытке решить проблему земель сельхозназначения. Есть у вас основания предплаты, что все-таки будет как-то решено позитивно? Я могу сказать, что хуже, чем сейчас, нет. Потому что сейчас земельные отношения – это смесь коррупции и анархии. Виктор, хорошо, что вновь этой проблемой занялись. Дай бог, чтобы все-таки реально что-то сделали в продвижении вперед. И наведение порядка на земельном рынке. Спасибо большое. Это было мнение Виктора Семенова, основателя группы компаний «Белая дача». Ну, и в студии был Андрей Туманов, председатель общероссийской организации «Садоводы России», член общественного совета при Росреесте. Спасибо большое. Буквально два слова в завершении программы. Земля – это наше богатство, истинно известное и даже банальное. В России земли много, а тема рационального, эффективного, продуманного, экологически безопасного использования важнейшая. Вопросы, связанные с землями сельхозназначения, бесхозными участками, с территориями изъятыми у частных собственников, обсуждается регулярно, но пока решение устраивающего всех не принято. Большинство экспертов уверены, фонд земель сельхозназначения можно и, наверное, нужно создавать. Имущество должно работать, но и будем надеяться, что дискуссия на этот раз не затянется. Это деловой день программы для тех, кто хочет понимать суть происходящих событий. Восьмой международный форум «Открытые инновации»